На недавней Е3 наконец-то показали геймплейный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 И после просмотра я ещё долго не мог не нарадоваться этому событию. Дождались ребята, осталось подождать ещё немного. Ну а вы на канале Брэна, с вами Брэн, и я сейчас разберу на ржавые болты этот трейлер. Приятного просмотра! Трейлер открывается с двери, которая в своё время заставила орать множество стримеров. Мы видим, как главный герой по прозвищу Скиф подходит к костру, вокруг которого отдыхают и слушают музыку сталкеры. За одним костром сидят как опытные, так и новички. И сразу можно определить, кто есть кто. Итак, справа налево. Лидер местной группы, вероятно самый опытный сталкер. Далее в противогазе сидит, судя по его одежде, совсем зелёный, или как их называют, отмычка. Далее сидят два сталкера, которые, как можно понять из этого диалога... Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. ...образовали между собой тандем, и ходят на вылазки вместе. Но опытнее тот, что с бородой. Но своего товарища он уважает не только за игру на гитаре. Если посмотреть на его вооружение, то мы увидим ВСС Винтерес. Снайперскую дозвуковую винтовку. А значит, он не раз прикрыл спину своего товарища. И последний сталкер за костром прячет своё лицо под капюшоном. И до самого финала он не принимает участия в разговоре. Далее Скифа спрашивают, вероятно, о задании, которое он взял у лидера-одиночек. Скиф смотрит на свои окровавленные руки. И тут можно понять, что целью были явно не редкие артефакты. Бородатый просит рассказать всё в подробностях. И Скиф рассказывает, но нам показывают его флэшбэк с последнего задания. Из первых кадров можно понять, с кем послали разобраться Скифа. Надпись на кирпичной стене «Братве по масти, варте по пасти» явно отражает контингент, который здесь обитает. Варта в данном контексте обозначает название охраны правопорядка на южно-русском говоре. И следующая сцена битвы доказывает нам, что Скифа отправили разобраться с бандитами, которые по старой традиции заняли АТП, судя по транспорту вокруг. Также нам демонстрируют анимацию подбора оружия, которая мне напомнила первый Крайзис. И система апгрейда пушек, скорее всего, будет либо переработана в то, что мы видели в первых частях серии, либо будет прямо как в Крайзис, с выбором обвесов на определенных оружиях. Рассказ Скифа прерывает бородатый сталкер, который в этот момент мне напомнил другого добродушного здоровяка из другой серии игр. Далее Скиф начинает рассказ про свой поход на болото, где нам демонстрируют аномалию. Как и в Тенях Чернобыля, на первой же воронке на куски разносит заплутавшую плоть. Скиф достает болт и детектор артефактов с названием Гилка-01, что на русский переводится как ветка, который выглядит технологичнее отклика, так как указывает расстояние до артефакта не только писком, а еще и цифровым значением. Скиф находит артефакт, и скорее всего это артефакт душа, который в обмен на радиационный фон может лечить своего владельца. После очередной вставки разговоров за костром, нас отправляют в очередной флэшбэк Скифа. Он пришел к какому-то технику, за информацией о секретном проходе в некий фундамент. Этот технарь занял для своей работы целый спортзал в одной из разрушенных школ Припяти. Ну а какая именно эта школа, мне узнать не получилось. Техник танцует под старый проигрыватель виниловых пластинок, Ригондо-102. Также на столе техника, помимо инструментов, можно увидеть детектор артефактов отклик и радиостанция РБМ-1. Также куча старой техники на стеллажах. И после его великолепного танца, мы возвращаемся к костру, где как раз начинают спорить два товарища. И этот спор приводит к флэшбэку из лаборатории. А в лабораториях место есть только для старых секретных документов и мутантов. И королем среди них ходит кровосос, с которым Скиф и встретится в этой сцене. Отсылая нас к первой встрече с этим мутантом в тенях Чернобыля. Далее сталкеры ведут разговор о дружбе. И нам демонстрируют диалог Скифа со сталкером, стоящим на крыше пятого энергоблока ЧАЭС. Но в игре его немного географически сдвинули. Сталкер, похожий на Леона Кеннеди, говорит как фанатик и будущий антагонист игры. Судя по общению, Скиф хорошо его знает. И Скиф выполнил для него задание. Убил некоего сталкера, который угрожал зоне. А единственный на моей памяти сталкер, который сильно угрожал зоне, это Стрелок. Так неужели же мы своими руками убьем Стрелка? Далее нам демонстрируют еще одно легендарное сооружение. РЛС Дуга. И не менее легендарную Гаусс-пушку в руках Скифа. И на этом он собирается уходить. В Припять. И последний сталкер у костра, который молчал все это время, бросает одну из самых знаменитых цитат Сидоровича. В конце нам демонстрируют подзаголовок игры «Сердце Чернобыля», сообщение о начале предзаказа и дату 28 апреля 2022 года. Ну а на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрел до конца. Подписывайся на канал и поставь лайк, если понравилось. Ты мне этим очень сильно поможешь. Удачи и до скорой встречи на этом канале.